Приветствую вас. Я думаю, что вопрос поставлен некорректно, когда вы спрашиваете о том, как вам избавиться от страха. Дело в том, что страх вам для чего-то нужен, страх вам для чего-то необходим, страх выполняет некоторую функцию, которую ваша психика вырабатывает. Вопрос заключается в том, для чего вам этот страх. Ну, я могу выделить некую такую ипохондрическую линию поведения у вас, то есть у вас такой, вероятно, ипохондрический тип личности. Вот, хотя это нужно обязательно проверить, потому что, ну, так вот, так утверждать наверняка, естественно, нельзя. Так вот, оно, тем не менее. На мой взгляд, есть, как бы, подозрение, что у вас есть этот тип, а, ипохондрический. Вероятнее всего, у вас есть некоторая выгода от того, что вы боитесь, от того, что вы не можете принимать какие-то вот лекарства, да, у вас есть определенные выгоды. И, соответственно, через эту выгоду вы для себя, по-видимому, что-то получаете. Понятно, что не совсем очевидно, что именно вы получаете, вот, исходя из того, что вы написали, потому что крайне... крайне скудная информация о вашем положении дана, вот, но вероятно, только вероятно, только вероятно, а вы не очень хотите лечиться. То есть, вам гораздо выгоднее болеть. Вот. Я не хочу сказать, что это прям, прям вот, сто процентов. Так, ну, такой, такая вероятность есть. Так же, мне кажется, что имеет смысл здесь говорить про контроль и про отношение к нему, к контролю. То есть, для вас наступление негативных последствий от принятия, допустим, лекарства могут быть связаны с потерей контроля, когда вы не можете все контролировать. Когда вам кажется, что ситуация перестает в полной мере зависеть от вас и начинает идти каким-то своим путем, да, своим образом, и вы никак не можете на это повлиять. Если такой компонент присутствуют проблемы, то можно говорить о проблемах с личными границами, о незащищенности, о вашей незащищенности, о неспособности, значит, как-то вот реагировать на, ну, на то, что происходит в вашей жизни в некотором смысле спонтанно, я бы сказал, да. И, соответственно, желание, появляется желание все предугадать, появляется желание все предсказать, появляется желание все как бы спланировать. Вот, ну, а это невозможно, это невозможно, потому что есть в нашей жизни много вещей, которые непредсказуемы, которые невозможно, в принципе, как-то предсказать, да, которые невозможно, в принципе, как-то предугадать. Вот, и, соответственно, вам из-за этого может быть плохо. Из-за, ну, подобных аспектов, вот, хотя что-то мне подсказывает, что дело может быть не только в этом, вот, что могут быть и другие, конечно, причины, другие основания. Ну, вот, давайте остановимся с вами, с вами на таких аспектах. Может быть, вы боитесь боли, может быть, вы боитесь боли, и в таком случае, если вы боитесь боли, можно говорить о неком запрете на развитие, который у вас имеет место быть. Ну, это уже предмет для более детального обсуждения, для индивидуальной беседы. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго и удачи!